Взрыв Бомба приближается к точке взрыва. Высота 4000 метров. Осталось три секунды. Две. Одна. Ноль. Взрыв сопровождался световой вспышкой необычной силы. В этот момент самолет-носитель находился в 45 километрах от места сброса. Вспышкой последующей свечения, несмотря на сплошную облачность, были видны в радиусе до тысячи километров. Пылевой столб, поднимающийся с земли, быстро увеличился в объеме. Через несколько секунд после взрыва диаметр пылевого столба составлял около 10 километров. В это же время с самолета, находившегося в 250 километрах от точки взрыва, был виден огненный купол из раскаленных продуктов взрыва. Он медленно поднимался вверх, увеличиваясь в объеме. Максимальный диаметр купола доходил до 20 километров. Пронизав несколько слоев сплошной облачности, огненный купол через 40 секунд после взрыва достиг высоты 30 километров. С этого момента началось постепенное превращение купола в грибообразное облако. Увеличиваясь в размерах, облако медленно поднималось вверх. В своем конечном развитии оно достигло высоты 60-65 километров. Его диаметр равнялся 90 километров. В дальнейшем облако начало утрачивать грибообразную порту. В этот период диаметр его основания был равен 70 километров. А диаметр множества 21 и 28 километров. При возвращении на аэродром экипаж самолета-носителя наблюдал облако взрыва с расстояния... Субтитры создавал DimaTorzok